Привет, ребята! Сегодня я продолжу рассказывать вам про игру Binary Domain. Настоятельно рекомендую ознакомиться с первой частью этого сериала, если вы тут впервые, иначе рискуете ничего не понять. Вкратце же я напомню, что главный герой Денис со своим корешем Биг Смоуком прилетели в Японию за задницей Амады и встретились с отрядом, в котором состоят два британца и китаянка. И вместе они отправляются на следующую точку, где их ждет встреча с остатками вооруженной силы в виде французов. Ну а вы на канале Брэна, с вами Брэн, приятного просмотра! Прибыв в трущобы, капитан Британия принимает решение разделиться на две группы, и нам предоставляется возможность выбрать себе команду. Я выбираю своего бро, Большого Бобу, и кошка-жену, китаянку Фэй. Конечно, я мог бы взять Чарли или Рэйчел, но во-первых, не хочу, а во-вторых, это же японская игра и по-любому будет возможность кого-нибудь заромансить. И если не Биг Бо, то может с китаянкой повезет. По-быстрому раскидываем навыки, выглядят они как фигуры из Доктор Марио и дают разные бусты. Доступно у нас шесть ячеек. Разделяемся и двигаем вперед. По дороге Бо делает неуместный комплимент Фэй. Да ему бы каким-нибудь разработчиком игр стать, там сейчас таких полно. Мы снова попадаем в окружение и вынуждены пробиваться боем. Но нас все в покое не может оставить легионер. Сорвав его броню гранатами, мы оголяем его радиатор и, закоротив жестянку высоковольтным кабелем, устраиваем Родео, начиная расстреливать реакторов в его голове. Сразив Гигантуса, выдвигаемся дальше, в точку встречи со связным. По дороге соединяемся с командой Чарли и заходим в местный барчик. Чарли просит передать некому Мифуне, что мы на месте, но бармен не понимает, о чем идет речь. Также в баре стоит робот-обслуга, от которого у Дениски случаются флешбеки, как он в малом возрасте битой расхуярил робота. Бармен по-прежнему ворчит, заставляя бриташку выкрикивать их коронное Но до Денчика доходит, что бармен не пиздит. Он действительно не в курсах за Мифуне. Все это время Мифуне следил за командой через робота-официанта. Он называет нам координаты следующей встречи, и мы вновь разделяемся. И спустя пару перестрелок на нас нападает новое чудо японского роботостроения. Огромный робот-паук Все больше игра мне напоминает внебрачного сына Metal Gear и Resident Evil. Город начинает рушиться, и нам нужно уносить ноги. Кстати, я тут совершенно случайно выполнил первый квиктайм-ивент, и я даже не ожидал в игре их встретить. Паукан временно отъебался, а мы продолжаем путь по крышам, где щедро насыпали жестянок. Но он довольно быстро настигает нас, и придется принимать бой. Босс не из легких. Для победы нам нужно снимать обшивку с ног и по очереди отрывать лапы. А он в ответ будет засыпать нас градом ракет и пуль. После победы весь район покрыт пылью. Приходят британцы, жаль, что они опоздали на праздник. А Фэй замечает в тумане силуэты, уходящие в метро. Спустившись в подземку, мы дотыкаемся на детей. И Кэп хотел было их прогнать, но не тут-то было. Нет, стволами тыкать в нас никто из них не будет. Наоборот, это наши связные. Ну, точнее, те, кто выведет нас на мифуны. Это девочка с дредами единорога Юки. 15-летний подросток, выполняющий простую работу для якудза. Мы попадаем в район под названием Сибуя. Столицу игровых заведений, борделей и клубов нижних трущоб. А Биг Бо сразу начинает клеиться к проституткам. Но Юки прямым текстом намекает, что делать этого не стоит. Не успеваем мы зайти в клуб, как на рынок привели мужика с мешком на голове. И когда мешок снимают, оказывается, что это бездушный. Его привели одному из членов якудза для продажи местной гопники. Но он и сам не осознает, что он робот. Лишь взгляд в очки гангстера открыл ему правду. Но даже после этого он все равно не верит тому, что с ним происходит. Он все равно верит, что он человек. И даже боль от выстрела в ногу чувствует. Почему роботы чувствуют боль, нам объяснят в конце. А пока просто примите это как факт. И выхватив пушку у гопника, он стреляет себе в голову. Но выживает. И начинает расстреливать всех, кто попадается на глаза. Кхм. Глаз. Его бесчинство прерывает Денчик. Сначала расстреляв его, а потом объяснив, кто он такой. Я не хочу死. Ты не сможешь. Только люди могут死. И после потока такой информации жестянка выносит себе процессор наружу. От увиденного японская Лоли начала подкатывать к Дениске. Но ей 15. Конечно, Денчик отказывается. Юки проводит нас к Мифуне, и мы наконец сможем поговорить о делах. Ну, точнее, Чарли говорит о делах. Мифуне предоставляет нам водные мотоциклы и путь по затопленному метро. Не бесплатно, конечно. Но тут опять обосрали вентилятор. Да хватит, уже воняет пиздец. Клуб врываются пентиумы и начинают шмалять. Мы шмаляем в ответ и пробиваем себе путь в метро. Добравшись до водных скутеров, нас ожидает незабываемое приключение по вонючим стокам. Но было даже немного весело, да и разнообразие в игру добавило. Ну и, конечно, в конце нас просто так не отпустят. По нашу душу прилетает ракетоносец, и нам придется его сносить. В руки вручают стингер и отправляют в бой. Стингерам нужно уничтожить 4 двигателя. Если бы не ракеты, прилетающие прямо в ебало, было бы не так грустно. Вся группа стоит перед огромной, толстой железной дверью. Открыть ее помогает Рэйчел, который только дает что-нибудь взорвать. За дверью оказались канализации, и по плану через них мы можем попасть в верхний город. И уже подойдя к лифту, на связь с нами выходит Чарли. Он сообщает, что они с Рэйчел попали в задницу. Их прижали в очистных сооружениях. Отправляем наших товарищей вперед, а сами бежим им на выручку. Их начинает топить, и нужно как можно быстрее добраться до переключателя. И остановить поток воды, пока наши товарищи не ушли в гости к говнопосейдону. Перекрываем воду, и возвращаемся к Фэй и Бо. Но если бы все было так просто. Пока мы ждем лифт, на нас нападает новый вид консервных банок. В игре их называют обезьяны. Быстро бегают, резво прыгают, и дерутся в рукопашную. Но довольно-таки хрупкие. Уходя, Рэйчел чуть было не утащили с собой. Но мы их отстреливаем. И наконец спокойно уезжаем на лифте. Все ближе к верхнему городу. Вылезаем мы в город, эффектно подорвав люк. Все японцы в ахуе смотрят на воняющих гайдзинов. Денчик что-то пытается им напиздеть, но выходит так себе. А я напомню, что в верхнем городе мы должны встретиться с французским отрядом. Вот только его нигде не видно. Тут всем жителям этого города приходит алерт на мобилы, сигнализирующие о том, что им пора съебаться отсюда. И буквально сразу мы видим причину этого. По трассе города валит черный гелик, а за ним копы. Это французы. Спустившись в тоннель, мы с ними пересекаемся и прыгаем в тачку. Ну давай, залезай сюда. Французский отряд состоит из двух боевых единиц. Жан и Кайн. Да, Кайн робот. И уже вместе с ними мы кричим «Мусора сосать» и начинаем отстреливаться от погони. Кайн крутит баранку, а мы на пулемете. Но среди обычных патрульных за нами гонит крутой японский детектив. И он вызывает поддержку в виде гаубиц. Эти самые гаубицы и подбивают нас. Увы, но Жан не переживает эту поездку. Плюсом гаубицы на нашем ебале высаживается отряд жестяных ублюдков. И тут Кайн показывает нам аниме. Мы снова разделяемся, одна группа уходит вперед, а мы остаемся сдерживать роботов здесь. И на этот раз я взял себе в команду вместо Биг Бо Кайна, просто чтобы попробовать. И вот этот файт я рот ебал. В основном из-за гаубицы, которая постоянно спамит ракетами. По сути нам просто нужно продержаться некоторое время, пока второй отряд найдет безопасное место. После этого можно будет сваливать. Нам нужно добраться до крыши здания, где нас уже ждет Чарли, Рэйчел и Биг Бо. Путь к крыше будет проходить через завод в ферму, на котором производят еду. У Фэй язык не поворачивается назвать это едой, так как она в Китае выращивала еду по классике, на грядке под солнышком. Но мирные беседы прерывают нападение жестянок. По пути к крыше из интересного могу выделить вот этих мелких робо-пауков. Мелкие, противные, но уничтожаются буквально с одной пули или стука приклада. А также поездку на вагонетке, что мне напомнило подобный момент из Resident Evil 4. Нам нужно будет отстреливать железные жопы и вот эти красные лампочки. Ненавижу красные лампочки. Далее нас ожидает комната, где выращивают растения. И нам предлагают выбрать одного камрада с собой. Я беру китаянку. И это было весьма опрометчиво. Дело в том, что в комнату запускают озона. И мы не можем дышать. А взял бы я робота, было бы все не так печально. Ведь ему-то кислород не нужен. Но в комнате есть спасательные вентиляционные комнаты. В которых можно пустить чистейший О2 по вене. На стенах висят 4 блока, которые выделяют озон. Их нам и надо сломать. Наконец добираемся до нашего отряда. Я уже успел по ним соскучиться. Так и потрепал бы Бигу за щечки. Ух. Кайн снова показывает аниме. Стреляя крюком в стену, протягивая трос на соседнее здание. Тем временем японский детектив со своим напарником обсуждают бездушных. Они понимают, что наш отряд не просто военное вторжение. Мы пришли конкретно за Амадой. А мы на крыше начинаем обороняться от нападений роботов. Пока отряд по очереди перелезает на соседнюю крышу. И само собой, говно случается именно с нами. Мы с Фэй едем по тросу, а детектив из винтовки отстреливает его. И мы летим к хуям. Падаем мы на самый мягкий поезд во всей Японии. А Фэй улетает вниз. Но ее подхватывает Кайн. И как Карлсон мягенько приземляется на крышу поезда. А на этом я прерываю свое вещание. И вынужден... Нет, не попрощаться. А всего лишь сказать до свидания. Увидимся с вами в следующий раз в заключительном ролике по Binary Domain. А знаете, у меня есть мечта. Давайте соберем с вами 167 лайков. И не лайком больше. Я слежу за вами. До встречи на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok